Казанский федеральный университет 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 научной коммуникации. Ее цель – повышение престижа деятельности российских ученых и инженеров. Среди задач – информационная поддержка ученых, обеспечение их широкого присутствия в медийном поле, формирование позитивного имиджа российской науки. Награды лауреатам вручили заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, глава Миноборнауки России Валерий Фольков, российский кинорежиссер Клим Шипенко и другие видные деятели науки, культуры и искусства. Лучшей программой на телевидении стала картина «Мира» с Михаилом Ковальчуком «Россия. Культура». Премию вручил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Ничто так широко не доводит основные научные посылы и не популяризирует науку, как то самое телевидение, зрителями коего мы с вами являемся. А зрители у телевидения очень разбалованные и очень требовательные. Показать зрителям что-то сложное и рассказать таким языком, чтобы зрители захотели это смотреть и слушать, это невероятно трудная задача. И главная цель, я думаю, и года науки – это привлечение молодежи в науку. Раз. И второе – поднятие авторитета научного знания среди наших людей. И это, я думаю, главная цель. Лучшим электронным СМИ о науке стало научно-популярное интернет-издание «Н плюс один». Также были вручены призы в номинации «Лучший научно-произведительский проект года», «Лучший онлайн-проект о науке», «Лучшее периодическое издание о науке», «Лучшая программа о науке на радио» и другие. Ведущими были Валдис Пельш и Валерия Ланская. Во время торжественной церемонии на сцене Государственного Кремлевского дворца также выступила группа 312, «Земляне», Юлия Савичева и другие. Пока мы верим в себя, можем дышать в наших руках мир. Илья Андреев, Москва, Универньюс.